Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, очередной подкаст за рулем, в котором мы с тобой поговорим про YouTube, но не только про YouTube. Здесь я вам расскажу, почему вам надо подписаться на мой Twitch, почему я вообще туда вернулся и что вообще происходит на YouTube. Для начала, конечно, не забывайте написать комментарии для того, чтобы этот видос продвигался как-то YouTube, чтобы как можно больше моих же, хотя бы моих же подписчиков увидело, потому что это важно, да, там. Коммент, лайк, вот это все очень надо, активность, пожалуйста, проявляйте на таких видео, пишите, что думаете по поводу всего, что я сейчас скажу, по поводу Twitch, по поводу YouTube. А так, видос будет разделен на три части, сначала, значит, история вообще моих отношений с Twitch, потом то, что происходит сейчас на YouTube и, собственно, какие дела у нас сейчас с вами обстоят на Twitch. Я эту неделю, в принципе, стримил на Twitch и некоторые выводы из этого всего сделал. Но на Twitch надо подписаться обязательно, ссылочка в описании, прямо сейчас, переходи, подписывайся, там в соседней вкладке открой, подписывайся. Если у тебя нету аккаунта на Twitch, ну создай это там, три минуты, правда, создайте, потому что как минимум половина стримов сейчас уже проходит на Twitch, а то есть все дневные стримы переехали туда, возможно, что и вечерние стримы будут там, да. Поэтому, ребята, пожалуйста, подписывайтесь. Итак, давайте начнем с самого начала. Мои отношения с Twitch, да, то есть я, если вы не знаете, вообще-то, на самом-то деле, в 2016 году начал стримить на Twitch, то есть канал на Twitch я создал раньше, чем канал на YouTube. Это не были какие-то суперсерьезные стримы, я не сильно заморачивался, стриминг чисто по приколу. Кстати говоря, с того времени остались даже некоторые замечательные клики на Twitch, вот можете их посмотреть. Ректальный переход, ректальный переход, заходи. Легкие фаталити надо покупать, это донат. А, ёпки. Так, слушайте, быстро, кто-нибудь может загуглить, как делать фаталити-селфи? Все, подтверждаем, тратим души и, блядь, вы нахуй из этого стрима, всем спасибо, с вами был МародерXX, блядь, сук, 120 гигабайт. Забавно сейчас, спустя, там, 7 лет уже почти, да, глядываться назад. Так вот, значит, в 2016 году я начал стримить на Twitch, начал первым это делать, Юлдус, потом, значит, начал это делать я еще когда жил в Польше, у меня был очень хреновый микрофон, как вы слышали, да. Ну и делал я это без каких-либо серьезных намерений, просто чисто постольку-поскольку, да. И в 2017 году уже, позже, я создал канал на Ютубе, куда я сначала просто закладывал видосы, а стримы вот эти вот не очень частые, да, они проходили все еще на Twitch. И вот в какой-то момент Twitch очень сильно залагал, и я сказал, ребята, типа, ну, что-то Twitch глючит, пойдемте на Ютуб попробуем постримить, потому что, ну, все уже настроились, давайте, мы тогда играли в Outlast 2, и тогда как раз по Outlast 2 первый стрим на Ютубе я запустил. Всем привет, братва. С вами Родион 120 Гигабайт, и это трансляция на Ютуб. Обычно трансляции я провожу на Twitch, но сейчас почему-то Twitch страшно глючит. Давайте потестим, что происходит с Ютубом, тоже ли самое, но вот я сейчас вижу даже поменюсь, что это все нормально, поэтому я всех приветствую. Оказалось, что на Ютубе стрим зашел очень хорошо, мы собрали большое количество лайков, было большое количество просмотров, ну, как большое, там, 200 просмотров, но для канала, у которого, там, было, как у нас, около 200 подписчиков, это было очень круто. И я тогда полностью после этого перешел стримить на Ютуб, и стал вот этим вот диким ненавистником Twitch'а. Я всегда говорил, да Twitch это полное говно, да там нельзя говорить много слов всяких, да там, значит, система рекомендаций не работает, и она вообще отсутствует, и стримить надо только то, что в тренде, только то, что смотрят, и так далее, и так далее, и так далее, и это было правдой. Но сейчас очень многое изменилось. То есть тогда, на твиче, была такая ситуация, что если ты стримишь какую-то игру, которую особо никто не смотрит, то к тебе никто новый и ты не придет, понимаешь? А на Ютубе была система рекомендаций, да, ты мог стримить что хочешь, и люди по поиску, люди просто там на главной странице, и так далее, и так далее, могли увидеть твой канал, зайти и подписаться. И было отлично на Ютубе в свое время, именно поэтому я был очень долго ярым противником Twitch'а, и говорил, что нет, стримы только на Ютубе, Twitch это полный отстой, но что-то поменялось, давайте подумаем, что же поменялось. Как вы знаете, если вы смотрите мой канал давно, то вы знаете, что до 2019 года я вообще особо не обламывался стримить на Ютубе, мой канал только рос, мой онлайн только рос, все было хорошо. В 2020 году, когда они поменяли алгоритмы, про это у меня есть еще видео, между прочим, все пошло по пи***е, конечно же, да, Ютуб меняет алгоритмы так, что вообще становится очень сложно стримить, очень сложно записывать летсплей, потому что алгоритмы это все распределяют как какой-то контент, который неинтересен из-за того, что просто естественным образом, когда ты, например, проходишь какую-то игру, неважно, ты это делаешь на стриме или на видосе, да, но абсолютно естественным образом аудитория каждого следующего ролика или каждого следующего стрима, она уменьшается. Ну, просто лучше кто-то отваливается, кому-то неинтересно так долго смотреть, это нормально, это всегда было. Но теперь эта ситуация алгоритмами Ютуба подхватывается, и каждый следующий ролик по игре, или каждый следующий стрим по игре определенный, он выдается меньшим количеством аудиторий, и мало того, что естественное падение аудитории, да, еще и происходит сокращение аудитории искусственным путем благодаря алгоритмам Ютуба. И все это, да, привело туда, куда привело, что мой онлайн упал там хрен знает во сколько раз, но на самом деле проблем не только в алгоритмах. Я помню, что когда многие мои друзья стримили на Твиче, я к ним ходил туда на стримы, сам меня на тот момент стримил на Ютубе, я обращал их внимание на то, что Твиче режет онлайн. И всегда говорил, вот, ребята, у вас там, типа, участников, больше народа, чем показывает Твич, я вижу активных людей в чате больше, чем показывает Твич, чуваки, он режет вам онлайн, посмотрите, какая херня. Я думаю, что это связано с борьбой с накрутчиками, такой странный довольно-таки. И именно этот алгоритм подхватил Ютуб. Раньше он этого не делал, сейчас я вас уверяю, Ютуб режет онлайн. Какое-то время я наблюдал, я видел, что у меня очень странные показатели онлайна, бывает 35, через буквально 2 минуты у меня остается 20 человек, то есть 15 человек куда-то просто срезаются. И это совершенно неестественное поведение аудитории, потому что, ну, я уже 6 лет стримлю, я понимаю, что онлайн так резко никогда не падает, за исключением того, если я говорю, чуваки, я заканчиваю стрим, тогда, да, люди уходят сразу же после этих слов. Либо там я отошел в туалет или покурить, людям скучно, тогда тоже может большое количество народу уйти, и то ну не половину же, б***ь. Также, конечно, падение онлайна случается, если у тебя какие-то технические проблемы, да, у тебя там зависает стрим и так далее, и так далее, тогда тоже все падает, и, в общем-то, это все понятно. Но когда ты просто стримишь, ничего особенного не происходит, и у тебя резко идет срез аудитории, просто, ну, тебе просто срезают онлайн, ты на это смотришь, думаешь, п***ь. У тебя еще какое-то время сомневался, но потому что 0-то у меня не оставалось, да, у меня не было каких-то прямых доказательств, что вот, типа, Ютуб срезает мне онлайн 100%, вот я вам гарантирую, потому что и чат какой-то не очень активненький, извините, снова отрядская, снова вот это место, где охреновая дорога, немножко, в принципе, потерпеть. Но я думал, что может быть все-таки это я дерьмо, может быть говно, канал, может быть все, люди потеряли интерес, я что-то говорю, это людей триггерит, они закрывают нахер стрим, пошел в жопу, Артем, не хочу тебя смотреть, и вот делают это реально одновременно половину людей, которые на стриме. Но потом несколько замечательных моих друзей, у которых каналов поменьше, прислали мне скрины, где у них буквально минус один онлайн или ноль онлайн, когда люди в чате при этом имеются. То есть Ютуб срезает, неважно сколько у тебя людей на стриме, он какую-то часть срежет, на всякий случай, может быть, это тоже борьба с накруткой, он не хочет разбираться, кто крутит, кто не крутит, в итоге срезает тебе онлайн, и получаются вот такие вот забавные моменты, что у кого-то там минус один онлайн, например, класс, минус один. Я сам лично присутствовал на стриме, где в чат пишет человек 6, а Ютуб при этом показывает 3. Я думаю, что происходит это сейчас везде, просто на крупных каналах это не сильно заметно, но потому что у тебя там, грубо говоря, смотрят 10 тысяч, да, срезали 3 тысячи, ну у тебя 7 тысяч, ну у тебя все равно чат летит, у тебя большой актив, ты не понимаешь, что тебе что-то срезали. А когда у тебя маленький канал, ты, естественно, у тебя каждый там, каждый человек на счету, и это легче заметить. Ну, естественно, Ютуба это абсолютно еб***ь никак не будет, потому что проблема как бы маленьких каналов Ютуб не еб***ь. Это как бы одна из новых проблем, да. Старые проблемы вы и так все знаете, да, я уже 500 раз говорю, в том числе и вот в подобном же видео 2 месяца назад в феврале. Они никуда не делись, они все еще остались, они не решены, к ним прибавляются новые баги, да, проблем там отображаются плохо смайлики, причем у меня тоже в Болгарии вы скажете, ну у нас уже давно они не отображаются, хорошо, но я в Болгарии, у меня нет таких проблем, у меня ничего не было, что у меня сразу смайлики не отображаются, вчера на стриме у меня не отображалось, что люди меня отмечали, и постоянно какая-то новая херня, постоянно какая-то новая проблема на Ютубе. И вот честно скажу, ребята, я заеб***ся, я человек, который топил за то, чтобы оставаться на Ютубе до последнего. Но Ютуб так хорошо постарался, чтобы я стал человеком, который скажет, ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на мой девич, ссылочка в описании, потому что сейчас я буду там отдыхать от Ютуба. Я не знаю, те, кто ходит на стримы, наверное, понимают, но, может быть, не все из вас понимают, насколько много давления на тебя оказывает Ютуб как платформа. Ты никогда в ней не уверен, ты не понимаешь, что будет, ты не знаешь, как отреагивают люди на эту игру, на ту игру, на этот формат, на тот формат. Иногда кажется, что ты все сделал правильно, что все отлично, что ты круто придумал, но все еще плохо, плохой онлайн. Ты начинаешь думать, блин, я говно, я делаю говно, я никому не интересен, потом ты на следующий день что-то запускаешь, совершенно другое, люди вдруг внезапно пришли, пишут в час, все здорово. И это так, что ты хочешь просто отдохнуть от этого всего. И на Твиче, ребята, единственный показатель, за которым можно беспокоиться, это онлайн. Ты не смотришь ни на лайки, ни на просмотры, потому что нет алгоритмов, которые вот это все будут подхватывать. Почему я на Ютубе переживаю, ребята, что вы там лайки не ставите, в чат не пишите, в общем, мало актива, мало просмотров. Почему я из этого переживаю? Что вы думаете, вот, Артем, да ты с**бал, вот люди пришли, все, сиди, радуйся. Но проблема в том, что Ютуб, когда видит, что просмотров стало меньше, когда он видит, что лайков стало меньше, когда он видит, что активов стало меньше, он на следующий же твой стрим делает так, чтобы этого было еще меньше, потом еще меньше, потом еще меньше, и как снежный ком, ты в итоге оказываешься в жопе, твой канал умирает. Именно поэтому я сейчас буду проводить больше стримов на Твиче. Да, я знаю, что там нельзя говорить пи***. Да, я знаю, что нельзя говорить много других слов, это отвратительно, и это грустно, и это ужасно. Но поверьте мне, если это цена за мое душевное спокойствие, чтобы я не переживал, не нервничал каждый стрим, потому что, опять же, те люди, которые ходят на мои стримы, прекрасно знают, что я очень много нервничаю на стримах на Ютубе, очень много негатива, очень много я переживаю. И в итоге, вместо того, чтобы просто весело проводить время за своей аудиторией, чтобы стримить, играть, я пи***, что делаю? Я ною, пи***, сижу. Меня самого это жутко раздражает, вы все это знаете прекрасно, но я не могу с этим ничего сделать, что на уме, то и на языке. Как говорится, я стример, понимаешь? Я вам показываю свои эмоции, я живу с вами эмоциями, вот все мои пи*** эмоции на стримах на Ютубе практически, это как си*** на хуй на Ютубе. Именно поэтому я ради эксперимента решил постримить на Твиче. Я начал это делать, и что я вижу? Онлайн на канале, на котором на тот момент 200, сейчас уже 300, да, подписчиков. Онлайн был не меньше, чем на Ютубе, понимаете? То есть те же самые 20-30 человек, да? У нас с вами на Твиче. Это при том, что еще далеко не вся активная аудитория перешла туда, понимаете? Поэтому для этого есть это видео, да? Пожалуйста, если вы активная аудитория, если вы хотите меня смотреть, и я вам интересен, пожалуйста, приходите подписаться на Твиче. Я вам сейчас еще расскажу другие плюсы Твича, которые есть. Помимо того, что я там не парюсь за лайки, если вам мозги поставьте лайки там и так далее, да? Там не парюсь за просмотр, вот для этого всего. Короче говоря, провел несколько стримов я на Твиче, и только убедился в том, что действительно стоит туда идти. Тут я оговорюсь, я не ухожу с ютуба на твич Пока что нет Более того, я вам обещаю, что канал на ютубе я не заброшу Я люблю ютуб как платформу, как минимум, для видео Видосы чувствуют себя нормально Вот я недавно выпустил видос, он у меня набрал 1000 висок просмотров Для моего канала это хорошие цифры С видосами ютуб мозги не ебут Его все устраивает, я делаю видео, он его там в рекомендации пихает Люди подписываются, все нормально Но со стримами полная жопа, какой-то полный пи***ц Именно со стримами я просто б***ь устал бороться с ютубом Я устал что-то выдумывать Иногда мне хочется просто пострелить, просто пообщаться с аудиторией И для этого, ребята, у нас есть теперь твич Тем не менее, на ютубе все еще будут эти стримы Если лучшая ситуация не станет, если будет все так же ху**ло То да, стримы, скорее всего, полностью переедут на твич По крайней мере, это касается стримов именно по играм Возможно, какие-то развлекательные стримы будут на ютубе, да Алка стримы, возможно, будут дальше на ютубе Но вы, опять же, если вы любите наши комьюнити Если вы хорошо относитесь ко мне как к стримеру Пожалуйста, подписывайтесь на твич, ссылочка в описании На телегу тоже подпишитесь И там вы будете знать, когда у нас стрим проходит на ютубе Когда на твиче Это будет намного проще нам всем разобраться Да, если вы подписаны на телегу, чтобы не пропускать А теперь по поводу твича Что я еще заметил по стримам вот какое-то время на твиче сейчас Я заметил, что, во-первых, там все еще есть вот эта срезка онлайна Но она не такая жесткая, как на ютубе То есть никогда в жизни у меня там 15 человек за 2 минуты не отваливается Да, бывает 5-6 человек куда-то пропадает внезапно Но он не 15 То есть, мне кажется, алгоритм ютуба Новый вот этот, который они подсмотрели у твича Он на ютубе намного более жесткий, чем на твиче Первое Второе На твиче теперь есть система рекомендаций И мне часто рекомендуют каналы с небольшим онлайном Я это заметил И это очень позитивное изменение Раньше такого не было вообще Рекомендовали только каналы, где там несколько тысяч онлайна А теперь можно реально, получается, стримить то, что ты хочешь И, может быть, кто-то это увидит и зайдет И это, конечно, очень круто Это меня порадовало Для меня лично очень обломно, конечно, что все стримы не сохраняются Ну, то есть, они какое-то время хранятся Ты можешь их высылать в офлайне там в течение двух недель Потом они удаляются Это грустно, согласен Это плохо Именно поэтому мне не хочется совершенно уходить до конца с ютуба Потому что какие-то стримы, которые мы проводим на ютубе Они исторические, понимаете? К ним можно позже вернуться, посмотреть Вспомнить те эмоции, которые были И это одна из важных причин, почему я, собственно говоря, не хотел уходить вообще на твич с концами Когда все стало плохо Потому что очень многие ребята ушли уже Которые стримили на ютубе Успешно стримили у них много людей Но они за***лись с ютубом и они просто завалили Учтение говоря о том, что ютуб, кстати говоря, могут заблокировать в любой момент Никто этого не знает И если вы на тот момент будете подписаны на 3-4 ссылочку в описании То для вас ничего страшного не случится Потому что мы полностью перейдем на твич Тогда что-то поделать И будем продолжать нашу деятельность там Этот видос, он исключительно создан для того, чтобы вы подписались на твич на самом деле Чтобы призывать вас это сделать Потому что не вся активная аудитория ходит там на стримы Есть ребята, которые смотрят меня давно Ну там они заняты, еще что-то Я надеюсь, что они увидят это видео, посмотрят И пойдут подпишутся после всех моих аргументов Я знаю, что многие впадут регистрироваться Я знаю, что в основном моя аудитория как раз против твича Из-за того, что там были большие ограничения свободы слова Я, ребят, я вас понимаю, правда Я не хочу сам уходить с ютуба Я не хочу, но ситуация такая Я знаю, что просто, блядь, у меня нет выбора Я не могу, блядь, уже Я не могу, я не вывожу, блядь, этот ютуб И все еще, опять же, да Я не ухожу с ютуба Не надо подписываться от этого канала Не нужно Будут видосы, во-первых, да Будут блоги И будут, конечно же, стримы Может быть, реже они будут Но они будут Поэтому лучше всего работать пока что Я решил, что я буду работать на две платформы Как только я пойму, что я больше вообще не могу И вообще не хочу стримить на ютубе Все, тогда мы будем стримить только на твиче Может быть, там раз в неделю на ютубе будут стримать что-то такое, да Плюс, ребята, не забывайте, что да Есть определенные ограничения в произносимых слов На твиче, да Но, но Там есть и плюсы Например, нету такой Можно заказывать музыку И там заказывать музыку Ребята, слушаем Сейчас у нас даже был целый Стрим, посвященный просмотру музыки И это очень здорово Можно не париться, да Можно не выключать музыку в играх Как многие, к сожалению, вынуждены делать Если стримят на ютубе, да Поэтому, ребята Еще раз говорю На твиче есть свои минусы Есть свои плюсы Я вот сейчас постараюсь Работать на две платформы Чтобы вы могли смотреть и там, и там И чтобы контент тоже как-то различался На платформах, на твиче и на ютубе Такие времена Мародер 120 гигабайт Который всю свою жизнь топил против твича И за ютуб Говорит вам подписываться на его твич-канал Потому что мародер 120 гигабайт Заебался с ютубом очень сильно На твиче сейчас реально как-то лампово Я там позитивный Я там не переживаю Многим из-за этого стримы на твиче уже начали нравиться больше И они даже перестали ходить на стримы на ютубе За что я, кстати, осуждаю, ребят Я все-таки работаю сейчас на две платформы Это сложно для меня Бросить ютуб вот так вот на раз-два И послать его нахуй Все-таки 18 тысяч подписчиков Многие еще не знают вообще Что у меня есть твич-канал И не приходят туда Их могу там не увидеть Поэтому, ребят, да Давайте поддержите меня Если вы в целом поддерживаете То, что я делаю Приходите и туда, и туда Буду очень сильно всем благодарен Большое спасибо всем, кто подписывается на твич Кто еще остается со мной, кто смотрит видосы Комментирует, там, лайки ставит Я надеюсь, что просто все вдруг станет нормально Да, стримит мой там твич-канал Из-за этого много ребят будет на ютубе тоже подписаны И все будет у нас замечательно, хорошо И я наконец перестану Ебать мозги Я перестану переживать Я перестану ныть Пока что я планирую стримить На твиче Вторник, четверг и воскресенье Остальные дни Понедельник, среда и пятница Стримить на ютубе Плюс на твиче, возможно, иногда Какие-то внезапные стримы Да, я недавно запустил стрим Просто я сел дома и играл На твиче так делать можно На ютубе из алгоритмов так делать Нельзя, потому что если зайдет мало народу Если, значит, у тебя будет низкий онлайн То твой следующий стрим будет запор На ютубе, понимаете? А на твиче этого нет Захотел, запустил, постримил Поиграл во что-то, что тебе самому нравится Кто-то пришел, кто-то не пришел Поэтому подписывайтесь Тогда вы можете увидеть, как я в какие-то игрушки Играю просто себе в удовольствие На твиче так делать можно, понимаешь? На ютубе нельзя Вот, опять же, слово об ограничениях И за это вполне можно себе заплатить Такую вот цену, как Не говорить наше любимое слово пи*** Все, ребятки Это все, что я хотел сказать Я уже почти доехал до дома Очередной подкаст за рулем Подходит к концу Что вас вычтили на твиче? Подписывайтесь Я надеюсь, что для вас не будет настолько принципиальным вопрос Платформы Что вы скажете О, да там, мля, твич Да я его рот ебал Я лучше тебя смотреть не буду Настолько есть принципиальный Ребят, ну, пожалуйста Не будьте вот такими Сейчас, поверьте мне Я даже вас понимаю, но сейчас не то время Не то время, когда ютубу надо отдавать предпочтение Слишком уж ку** Эта платформа себя показывает Последнее время Все, доехал Припарковался у мусорки Ребята, подписывайтесь Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца Пишите комментарии Лайки поставьте, эти проклятые Вот Люблю всех Кто меня поддерживает Кто меня не бросает Кто со мной остается И жду на стримах На сегодня все С вами был Мрадер Что это с Гигабайт? Жестких всем респектов Йоу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok